Уважаемый господин Райанхурд Кремель, уважаемые участники заседания, дорогие дамы и господа, для меня большая радость вновь поприветствовать вас на втором заседании Кыргызско-германского делового совета, которое проходит в красивом и гостинициативном городе Гамбург. Прежде всего, хотел бы искренне поблагодарить почетного консула Кыргызстана в городе Гамбург, сопредседателя германской части Кыргызско-германского делового совета господина Карла Хуга Эрнста Эллердинга за поддержку проведения бизнес-форума делового совета в Гамбурге. Нам очень жаль, что господин Эллердинг не смог сегодня принять личное участие в нашем мероприятии от всей делегации Кыргызской республики и лично от себя желаю ему доброго здоровья и скорейшего выздоровления. Позвольте вновь передать всем участникам заседания совета теплые слова, приветствую и наилучшие пожелания от имени президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нуражевича Джапарова. Уважаемые друзья, мы высоко ценим наше дружественное отношение, стратегическое партнерство, установившееся между нашими странами, для укрепления которых Кыргызская республика приложит все необходимые условия. Мы неизменно открыты к совместной работе, реализации взаимовыгодных проектов, сотрудничеству по самому широкому спектру направлений. Сегодняшний Кыргызско-германский бизнес-форум первой половины дня прошел весьма в теплой и доверительной обстановке. Мы рассмотрели перспективы сотрудничества Кыргызской республики и Федеративной республики Германии, а также наметили приоритетные направления и соответствующие задачи для работы в ряде областей. Мы возлагаем большие надежды на успех проводимых сегодня важных мероприятий, как бизнес-форума, так и заседания делового совета. Эти мероприятия отражают наше обоюдное стремление к дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества между нашими странами. Кыргызская республика придает особое значение развитию дружеских и торгово-экономических отношений с Федеративной республикой Германии. В условиях геополитической турбулентности в мире многие государства мира сталкиваются с рядом различных вызовов в сфере экономики и логистики. Такие опасения не обходят все равно и регион Центральной Азии, в частности Кыргызстан. Наша регион расположена на важном перекрестке транспортно-логистических узлов между крупнейшими экономическими центрами в мире, на севере России, на востоке Китая, на западе Кавказ и Ближний Восток. Несмотря на пессимистичные ожидания, экономика Кыргызстана продемонстрировала положительный тренд экономического роста. Так, по итогам 2022 года реальный там просто Кыргызстана составил 107%, дефицит государственного бюджета за 2022 год составил всего лишь 1,1% КВП. А мы сегодня внесли в парламент бюджет следующего года, где мы говорим уже о профиците нашего государственного бюджета. Еще раз отмечу, что согласно недавно опубликованному докладу ООН по устойчивому развитию, Кыргызстан добился существенного прогресса в реализации целей устойчивого развития, заняв 45 место из 166 государств-членов ООН. Стабильность в обществе позволила навести порядок фискальной политики, проводится достаточно грамотная макроэкономическая денежно-кредитная политика. За два года мы смогли в три раза увеличить бюджет, налоговое поступление, таможенное поступление. Это позволило нашему правительству резко увеличить заработную плату, пенсии и пособия наших граждан. И на сегодняшний день хочется поблагодарить наш бизнес, тот, который добросовестно платит налоги. Для них мы создаем самые благоприятные условия, прежде всего, и для наших уважаемых инвесторов, если вы посчитаете, начать работать в нашем государстве. Ну и, конечно, не очень благоприятные условия создаем для тех, кто не платит налоги. Но все, кто хочет работать с Германией, с Федеративной Республикой Германии, это те люди, которые добросовестно платят и те, которые увеличивают возможности нашего государства в поддержке социального нашего сектора. Первое заседание, как вы помните, Кыргызско-германского делового совета составилось 13 июня 2022 года в городе Бишкек. Тогда мы обсуждали такие вопросы, как финансовая составляющаяся, стратегических инвестиционных проектов, перспективы развития кооперационного сотрудничества между Кыргызстаном и Германией, поддержка совместных экологических инициатив через инструменты зеленого инвестирования и внедрения проекта по электронной коммерции. Согласно моему распоряжению, 24 марта 2022 года в состав Кыргызской части вошло 39 представителей из числа отраслевых государственных органов, финансовых структур и бизнеса общества. Постараемся учесть просьбу господина Кремеля о стабильности состава нашей части делового совета. Пользуясь случаем, хотел бы выразить особую признательность представителям Кыргызского и Германского бизнеса общества за ваши усердия и интерес к наращиванию торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества между странами. В этом плане инициатива создания Кыргызско-германского делового совета, поддержанная президентом Кыргызской республики, должна придать новый импульс во взаимоотношениях между предпринимателями двух стран. Со своей стороны, Кабинет министров Кыргызской республики готов и открыт к продуктивному диалогу и содействию реализации любых проектов во всех отраслях экономики и решению любых задач в ходе сопровождения каждого проекта с самого старта. Безусловно, между нашими странами имеется огромный потенциал сотрудничества, и нам необходимо приложить усилия для его дальнейшей реализации во благо народов наших стран. Вместе с тем, перспективными направлениями сотрудничества в рамках делового совета видится сотрудничество в сфере финансового сектора, промышленности, агропромышленного сектора, возобновляемых источников энергии, логистики и инфраструктуры, информационных технологий и подготовки кадров. На бизнес-форуме эти и другие направления были бы озвучены более подробно. Сейчас же я хотел бы немного затруднить сферу полезных ископаемых. Недра Градыстана богата полезными ископаемыми не только золотом и углем, но и железом более 5 миллиардов тонн в руде лишь на одном из участков одного месторождения, титаном, а также редкоземельными металлами, которые в настоящее время имеют высокий экономический спрос. Европе, цирконии, цезии, группа лантоидов и другие. Как известно, в марте текущего года Европейская комиссия приняла акт о критически важном сырье, куда вошли 34 полезных ископаемых. Из них 17 элементов отнесены к стратегическим сырьевым материалам. Хочу отметить, что 10 из этих 17 стратегических материалов имеются в обширном объеме в недрах Градыстана. Для примера могу сказать, что прогнозные запасы титанового магнита лишь на одно месторождение составляют около 20 миллионов тонн, а запасы редкоземельных металлов, включающих в себя 21 элемент, составляют около 60 тонн запасов. Эти запасы были зафиксированы более 50 лет назад. При этом существует менее авторитетных геологов-ученых, что данные показатели при более детальной геологоразведке с применением современных технологических решений могут увеличиться в разы. Мы приглашаем наших германских партнеров к совместной геологоразведочной работе и с нетерпением ждем инвесторов в эту перспективную отрасль экономику горной добычи. Уважаемый господин Кремль, уважаемые участники заседания, в заключение позвольте еще раз выразить вам признательность за теплое гостеприимство и высокий уровень организации наших совместных мероприятий. Убежден, что наш нынешний визит в Гамбург и его итоги придадут еще больший импульс развитию стратегического партнерства и доверительных отношений. Только объединив усилия, мы сможем успешно преодолеть современные вызовы и обеспечить устойчивый рост экономик наших стран, найти новые перспективные точки соприкосновения. Желаю всем участникам заседания продуктивного общения, установления личных контактов и углубленного обмена мнениями о перспективах двухстороннего делов взаимодействия. Продолжение следует...